Всем привет! Это 10-й урок программирования Roblox Studio на языке Lua. Сегодня мы будем программировать Tools, инструменты. Давайте открывайте окошко Explorer, смотрим на рюкзачок, на стартовый пак нашего игрока. Любой игрок, зашедший в нашу игру, будет иметь комплект каких-то инструментов. Давайте самое простое. В стартер пак добавим первый инструмент. Нажали плюс, добавляем Tool. Tool – это название. Название инструмента, которое будет изображено на экранчике. Также можно этому инструменту какую-то иконочку задать. Я этого не делал, но мы сейчас это сделаем. Давайте в моделях делаем какие-то images, картинки. Первый инструмент, который мы делаем – это стандартный фонарик. Давайте посмотрим на картинку. Что мы можем сделать? А, вот, мы можем сделать правая кнопка и Copy Asset ID. Окей. Скопировали. Теперь мы переходим в наш Tool. Так, Properties открываем, чтобы смотреть Tool. И вот здесь, в этот текстур ID, правая кнопка Past. Делаем вставить. И давайте вообще запустим нашу игру и проверим. Появился ли у нас инструмент, какое у него имя и появилась ли там иконочка. Да, видите, вот иконка появилась. Иконка – это именно та картинка, которую я выбрал. Если я сейчас его активирую, то ничего не произойдет. Но, тем не менее, то, что рамочка обводит текущий инструмент, он есть. Его можно выбросить, например, нажав кнопку Backspace. Вот. Ну, так, ну, мы его выбросили. Но у нас такой инструмент, видимо, одноразовый, у которого нет никакого физического тела. Поэтому выбросили и все. Это, конечно, не дело. Давайте сразу переименуем наш Tool. Фонарик. Или покороче. По-русски я называю его здесь, для того, чтобы вы не путались с какими названиями. Как ребята путаются с названиями переменных и так далее. Так, это у меня, видимо, от Tools осталось. Давайте сотрем это, уберем. Так. Как от этого отказаться? От текстурирования. Так. Что будем делать? Фонарик уже есть. Фонарь. Нужно создать какое-то тело для нашего фонаря. Home. Создаем любую деталь. Деталь мы не видим. Почему не видим? Потому что, видите, я выбрал модель. Так. Во-первых, она создалась в фонаре. Давайте переносим деталь на Workspace. Теперь мы сможем ее пододвинуть. Вот видите, я камеру пододвинул, чтобы трава нам не мешала. Теперь мы можем поднять. А из-за травы, у травы, кстати, какая-то высота есть. Ну, можно посмотреть какая. Можете посмотреть у меня урок. Мы там как раз изучали эту проблему. Итак, создалась у нас деталь. Сразу идем в эти детали. Изменяем размер. 1, 1. Запятая, запятая, 1. Берем эту деталь и кидаем ее. Берем не отсюда. Эту деталь берем вот здесь за имя в окошке Explorer. Тащим и отпускаем внутри нашего добавленного инструмента. Так, теперь если я запущу нашу игру. Вот инструмент. Нажал, он выпал. Это нехорошо. Убираем, все исчезает, но инструмент остается на том же месте. В чем беда? Дело в том, что у инструмента должна быть ручка, а по-английски ручка называется Handle. Обязательно у каждого инструмента, это я перемену нашу деталь, слово Handle, ручка. Вот, теперь давайте запустим и посмотрим, найдет ли наш аватар ручку и будет ли он ее держать. Да, он нашел ручку. Ручку держит в руке. Прям забетонированная рука. Как от этого избавиться, в конце урока я расскажу как пользоваться, установить один плагинчик и как им пользоваться. Убрали, включили. Теперь можно нажать Backspace, чтобы выбросить вещь. Выбросили. Вот у нас вещь выбросилась. Вот мы ее подняли. Кто-то другой тоже может ее поднять. Стоп. Так, фонарик. Давайте сделаем, чтобы наш фонарь был похож на настоящий фонарь. Давайте ручку опять на Workspace переносим. Идем в Toolbox. Очень важно, вот здесь не модель фонаря выбираем, а выбираем Mesh. Фонарь пишется так. Flashlight. Вспышка и light свет. Учите английский язык, это очень важно. Так. Добавили модель нашего фонаря. Ну, видно, что кулак у нашего игрока размером, наверное, вот с этот кубик. Давайте мы наш фонарик уменьшим. Помните, как правильно уменьшать? Не вот так, делая блин из нашего фонаря. Ctrl-Z. Я отменил. Зажимаем клавишу Shift. Держим Shift. И после этого уже двигаем вверх-вниз. Видите, у нас по всем осям. Уменьшается. Ну, вот пусть будет такой фонарик. Двигаем фонарь сюда. Теперь этот фонарь нужно как-то, так, Move, прикрепить к нашей ручке. Кстати, ручку вы потом сможете сделать либо очень маленькой, либо невидимой. Ну, в любом случае. Так. нам нужно их сварить вместе. А, вот уже у меня написано. Видите, как я их соединил и начал двигать. Вот смотрите. Отсоединил. Так, что-то не происходит. Так, Move. Кстати, если у вас движется рывками ваша деталь, помните, что можно включить вкладку модель и вот здесь отключить галочку Move. после чего вы сможете двигать очень плавно. Так. Окей. Ну и пытаемся нашу ручку придвинуть к фонарю. Так, ничего не произошло. Кстати, мы должны фонарь наш прицепить к фронтальной части нашей ручки. Как посмотреть, где у нас фронт, где передняя плоскость. Так. Выбран Handle у нас. Выбираем Properties. Идем. И в самом низу здесь есть Surface. Вот эти вот поверхности. Вот Front Surface. Вот она. Так, мы фонарь пытались сзади присоединить. И вообще фонарь у нас развернут. Давайте мы его немножко отодвинем и развернем. Кстати, сваривать, склеивать поверхности можно только, которые плотно прилегают друг к другу. Если у вас повернут буквально на 1 градус, то у вас ничего не произойдет. Так. У меня, видите, написано Rotate, галочка, что поворачивать только через 90 градусов. Это очень удобно. Так, коллизии уберу, чтобы вот так она прошла. Еще раз коллизии. Приблизим. И давайте попробуем. Так, вот вспышка, видите, белая произошла. Вот. Когда произошла, еще раз смотрим. Только смотрим не на курсор, где я двигаю, а вот здесь, на соединение двух поверхностей. Смотрите. Вот. Белым произошла сварка, соединение. Появилось вот здесь, видите, где курсором двигают. Написано. Handle, ручка с мешем, ну, с этой 3D моделью фонаря соединилась. Можно проверить, произошло ли соединение или нет. Давайте игру запустим. Эти две детали должны вместе быть, как бы, склеены. Да, видите, они не рассыпались. Это нам и нужно. Если вы не склеите так две детали, то... Так, переносим внутрь нашего фонаря. Бросили. Давайте теперь запустим игру. Проверим, фонарь в руке держится или нет. Все отлично. Ну, расстояние и размер. Так, давайте. Не буду я уменьшать. Пусть такой смешной фонарик у него будет. Вы все, конечно, это можете уменьшить. Любого размера. И потом в конце урока я тоже покажу, как это все делать. Так, давайте попробуем выбросим. Бэкспейс нажали. Так, ребята, он у нас такой большой, что он сразу хватается. Вот вам уже и проблема. Ну что ж, придется, к сожалению, потратить на это время. Уменьшить. Так, у меня сейчас выделены две детали. Поэтому, если я буду их масштабировать, Scale, они смасштаб... Нет, нам достаточно смасштабировать, только уменьшить. Так, еще раз нажали Shift, держим. И уменьшаем фонарик. Уменьшили. Можно и эту уменьшить тоже вещь. Кто нам мешает? Так, давайте фонарик мы приблизим. Вот сварка произошла. Склейка. Вот, теперь можно отпускать. Здесь галочка показывает, что да, вот есть у нас соединение. Соединение двух деталей. Отлично. Опять... Так, я немножко... Не туда сделал drag and drop. Еще раз выделил эти две детали. И опять фонарик бросаем. В принципе, когда вы отладили внешний вид вашего фонаря, вам это уже не важно. Уже можно на него не смотреть. Пусть он находится внутри нашего Тульса. Вот. Вот. Все равно не очень красиво. Но, тем не менее, уже более похоже на настоящее. Так, давайте Backspace. Да, ребята. Ну ладно, хоть с какой-то попытки выбросили. Понятно, да? Я нажимаю. Давайте. Бросил и беги. Вот я бросил и убежал. Куда нифига себе отлетел. Ладно, не будем его ловить. Как с этим бороться? Ну, можно опять же вот как сделать. Ладно, ребята, еще раз повторяю. Потому что может кому-то пригодится. Опять переместили ручку и 3D-модельку нашего фонарика на рабочий стол. Так, давайте сплющим его без шифта. Так. Давайте, наверное, сделаем его полупрозрачным. Не буду совсем прозрачным делать. А то мы его потеряем. Так. Можно и фонарик, конечно, уменьшить. А может быть потом, когда будет правильное позиционирование в конце, у нас все будет отлично смотреться. Сегодня с ребятами пытались сделать такой фонарик. И у многих были проблемы. Проблемы в том, что вот эти две детали, ручка handle. И сам фонарик, они не спаивались, не сваривались. Так, выбрали. А, мы еще, кстати, на том уроке, мы никто не пробовал выбросить фонарик. Может у всех были проблемы. Backspace. Вот он отлично упал. А, заметили, кстати, смотри. Еще раз Backspace. Если мы хотим его взять, наступили на 3D-модельку, бесполезно. Чтобы его взять, нужно коснуться вот этой вот пимпочки. Пимпочка это handle, ручки. Смотрите, вот сейчас на ручку эту наступлю. Оп, руку взял. Имейте это в виду, когда будете делать другие инструменты. Вот. Так, хорошо. Мне все нравится. Но фонарик не светит. Как давайте без программирования, без всяких скриптов сделать фонарик, чтобы он уже работал? Ну, давайте вот к этому мешу нашего фонарика прикрепим. Прикрепим Spotlight. Нажимаем плюс. Причем не к тулу фонарик. Тул это какая-то виртуально несуществующая штука. Это имя и иконка, которые вы видите во время игры вот здесь. А сам предмет, который будет светиться, он состоит из 3D-модельки. Здесь, кстати, много может быть моделек всяких. И, может быть, вам модель не нужна. Может, вы из деталек сделаете нужный инструмент. Например, автомат какой-нибудь или пистолет. И рукоятка. Так. Почему не видно здесь на экране? Потому что это все у нас находится внутри рюкзачка Starter Park. И внутри папки фонарь. Так. Я делал так. Ну, мы не в рукоятку добавляем свет. Добавим свет в меш. Свет. У меня есть урок про свет, про виды света. Спотлайт. Спотлайт. Это такой конус. Конусообразный. Свет. Если все нормально, по умолчанию он, по-моему, из фронтальной, из передней панели. Так. Освещение плохо видно. Давайте идем в Lighting. Видите? Справа в окошке Workspace Lighting. Делаем время не 12 часов дня, а давайте потемнее сделаем. Включим фонарик. Такое впечатление, что он сзади светит назад, а не вперед. Так. Давайте с этим разберемся. Так. Идем в этот Spotlight. Вот свойства нашего Spotlight. Face. Откуда светить? Здесь. Так, ребят. Давайте-ка я опять вытащу. Тяжело тут разбираться, когда мы это не видим, когда это все. Внутри грузочка. Так. Light, light, light. Давайте я потемнее сделаю. Окей. Так. Опять фонарь. Фонарь наш. Вот он. И вон меш. К нему прикреплен. А, еще Spotlight был прикреплен. Так. Ну как можно сделать? Во-первых, у меня сварка исчезла. Ну ладно, с этим мы разберемся. Нет. Вот она есть. Ужас. Так. Handle. Spotlight. Меш. Вот так. Я все в handle запихнул. Давайте я еще раз запущу, чтобы убедиться, что ничего не разваливается, все работает. Если все нормально, то продолжаем. О. И свет сразу правильный стал. Но свет какой-то тусклый. Итак, поняли, что делать? Значит, у нас в фонаре, tool фонарь, мы в него положили handle, рукоятку. А внутрь handle уже положили и свет, и 3D модельку. Хотя, в принципе, не возбраняется и здесь лежать, чтобы все лежало в фонаре. Но так как-то лучше работает. Так. Spotlight. Я так понимаю, что Spotlight цепляется к handle. Все-таки он как бы не к mesh модельке, а именно к handle. Handle у нас деталь. Из ее передней панели. Так. Свойства фонарика. Давайте поярче сделаем. Вот у нас properties в окошке. Range. Range это как далеко, сколько стадов освещать он будет. Давайте 36. И яркость. Brightness. Очень низкая у нас яркость. Давайте сделаем. Угол. Это насколько широкий конус света из нашего фонаря. Ну, сделаем поменьше. Запускаем. И никакого программирования. Так. Ну, по-моему, все отлично. Ну, как-то это не интересно. Это получается. Убрали. Выключил. Взяли в руку. Он загорелся. Давайте сделаем так. Теперь придется нам уже обратиться к программированию. Чтобы у нас фонарик включался по кнопке мыши. Тоже сначала начнем с простого способа. Добавляем скрипт в нашем рюкзачке фонарь. Правой кнопкой. И добавляем не просто скрипт, а локал скрипт. Точно такой же, как обычный скрипт. Только из него очень легко получить доступ к переменной нашего игрока. Ну, и к интерфейсу. Все, что имеет отношение к игровому интерфейсу конкретного игрока. Так. Нажимаю Ctrl минус и Ctrl плюс на клавиатуре. Видите? Больше, меньше. Делаю размер шрифтов, чтобы легче вам было читать. Стираем print hello. И давайте первым делом создаем переменные. Tool присвоить. Ну, хороший стиль программирования будет вот такой. Local tool. Не важно, что у нас фонарь называется фонарь. Я переменную назвал tool. Могу его вообще одной буквой назвать t. Тут будет tool. Tool. Как нам получить ссылку на... Так, ребята, где local script? Да. Как нам получить ссылку на вот этот фонарь? Внутри этого фонаря лежит local script. Поэтому я пишу скрипт. И его родитель, parent. Итак, скрипт лежит здесь. А если я прошу родителя этого скрипта, то он мне дает ту папку, как бы папку, в которой лежит. Фонарь. Итак, в переменной tool у нас будет ссылка на наш tool. На наш фонарь. Хорошо. Так, теперь мне нужно сделать ссылку на... На что там? Ага, на рукоятку. Тут будет некий прием программирования. Дело в том, что ваша игра запускается, когда вы ее запускаете. То есть, даже вы, вот вы сейчас за компьютером сидите, вы тестер. Вас в этой игре нет. Вы появляетесь через долю секунды в этой игре. Ну, когда мы нажимаем play. Понятно? И поэтому у нас нет игрока со своим рюкзаком. И соответственно у нас нет подгруженной вот этой вот рукоятки. Нам нужно дождаться, что рукоятка загрузилась. Поэтому мы пишем вот так. Мы могли бы написать, конечно, tool.handle. Но вполне вероятно... Ну или давайте попробуем. Даже если получится, я все равно сделаю потом правильно. tool.handle. Ну ладно. Сработало. На медленном компьютере не успевала. Так. Или если сервер перегружен. Тоже не успевает. Так. tool. Двоеточие. Здесь мы воспользуемся методом. Это такая функция, которая находится внутри нашего фонаря. Внутри не конкретно нашего, а любого инструмента. И внутри любого объекта вообще в Roblox. Она называется wait4child. child. Подожди пока появится, ну как бы, child это ребенок. Подожди пока у родителя появится ребенок. Это значит подожди пока вот эта вот папка, фонарь, наполнится полностью и подгрузится всем содержимым. А какое у нас здесь содержимое? 3D модельку надо загрузить. Она отдельно загружается из интернета. Ну и все. Spotlight, наверное, особо грузить не надо. Handle. Текстура, если бы у нас была. А, кстати, текстура. Да, вот в фонаре есть. Она тоже грузится. Так, wait4childhandle. Отлично. Так, что мы теперь можем сделать? Мы теперь воспользуемся так называемыми events. По-русски называются события. Какие могут быть события у инструментов? Ну, во-первых, я продемонстрирую, хотя это и не работает. Вот инструмент есть. Никакие события не вызваны. Нажимаем на инструмента. Произошло событие. Экипировать. Взять в руку. Equipped. Это событие происходит только в этот момент, когда мы активировали этот инструмент. Например, если у нас 10 инструментов, мы выбрали следующий. У этого следующего инструмента, ну вот мы скоро добавим еще инструмент. У нас будет происходить. Кстати, если бы иконку я здесь не добавил, как я вам показывал, здесь бы название вот это вот высвечивалось. Фонарь. Здесь писалось бы фонарь и единичка. Так. Если мы убираем его в рюкзак или в карман в наш, то происходит событие Unequipped. Да. Unequipped. Все это мы сейчас пропишем. Так. Давайте экипируем. И вот еще одно из событий. Если я сейчас нажму мышкой где-нибудь вот здесь вот сейчас нажал, произошло событие Activated. Если бы это у нас был не фонарь, например, а пистолет, то он бы выстрелил. Activated. Я держу кнопку. Я ее не отпустил. Отпустил левую кнопку мыши и произошло еще одно событие. Называется Deactivated. Например, если бы это у вас был бы автомат для автоматической стрельбы, то он бы продолжал стрелять, пока мы жмем эту кнопку. Отпустили, он прекратил стрелять и можно его убрать. Так. Ну давайте. Давайте теперь. Я напишу все более простым. способом. Чем это принято. Может быть вы какие-то смотрите уроки. Давайте сделаем, как я предлагаю. Так. Function. OnActivate, скобка-скобка. Вот такая функция будет вызываться, если у нас будет активироваться оружие. Точно такая же функция будет onDeactivate. Такие длинные названия можете не писать. Можно хоть одной буквой называть. Но просто такими длинными словами длинные названия имеют смысл, особенно если вы английский язык знаете. Вы не запутаетесь. И давайте еще сделаем остальные. Остальные события. Unequipped. Unequipped. Ну эти мы наверное два события мы использовать не будем. Так. Когда у нас активировалось, когда мы нажали мышку. Левую кнопку мышки. Сделаем, чтобы наш фонарик горел. Во-первых, давайте идем в наш Spotlight. Видите? У нас Enabled. В свойствах нашего фонаря. Enabled. Галочка. Значит он всегда включен. Убрали. Запустили. Смотрим, что же теперь происходит. Программа у нас еще не дописана. Вытащили фонарик, а он не включен. Вот теперь я и хочу, что если я нажму левую кнопку и буду держать, фонарик горит. Уф. Так. Теперь пишем программу. OnActivate. Так. Где у нас находится свет? Смотрим. В рукоятке. У нас есть ссылка уже на рукоятку переменная. Да, есть Handle. Поэтому мы пишем сразу. Handle. Handle. Spotlight. Обязательно пишите правильно все буквы, как здесь написано. Почему Handle с маленькой буквы? У меня спрашивают. А здесь Handle с большой буквы. Ну извините. Роблокс требует, чтобы деталь называлась с большой буквы. И вот здесь мы тоже с большой буквы. Мы ждем, когда внутри нашего инструмента, внутри нашего фонаря появится Handle. Handle обязательно с большой буквы. Рукоятка. Ну так в инструкции к Роблоксу написано. Другому сделать нельзя. Но переменная. Переменная это другое дело. Переменную мы называем сами как хотим. Вот здесь я Tool назвал с маленькой буквы. Можно буковкой T. Можно вместо Handle Х просто написать. Ну пусть Handle будет. Так что это не имеет никакого отношения к названию рукоятки. Здесь внутри инструмента, во всех миллион инструментов будете делать, всегда добавляйте рукоятку обязательно. Вот. А какую переменную здесь назовете? Ну извините, это без разницы. Так. Мы добрались до Spotlight. В Spotlight у нас есть такое свойство. Enabled. Включен или выключен. Enabled. И давайте мы туда сделаем галочку, когда мы ставим, там появляется True. Истина. Вот. Давайте запускаем. Достаем фонарь. Нажимаю мышку. Так, ребят. Ничего не произошло. И ошибок не показывает. А, все правильно. Функцию то я сделал. Но мы ее не привязали к событию. Событие происходит, когда инструмент Экипирует. Ой. Активирует. Пишем. Вот у нас есть уже переменный инструмент. Пишем Tool. Tool. Так. Точка. Activate. А, вот. Activated. И, кстати, вот заметили, молния такая. Потом можете посмотреть, какие еще события могут быть. Активирует. Активирует. Вот. Активирует. Чтобы во время события вызывалась нужная нам функция, мы должны к этому событию приконнектить, присоединить эту функцию. Вот. Нам сразу двоеточие написали. Это я пишу двоеточие. Потому что вызов метода Connect. В скобочках мы должны написать либо функцию безымянную, как вот так пишут. Смотрите. Вы могли видеть. End. Сразу подставился End. Здесь можно писать функцию. Это пишут те, кому лень писать вот так. Но так как мы с вами только учим, чтобы не запутаться, чтобы понимать, как все работает, мы пишем сюда просто имя нашей функции. Еще раз рассказываю, как эта строчка работает. Здесь мы описали функцию, но она не вызвана. Она будет лежать и ждать, пока ее кто-то вызовет. Вот эта вот штука. Tool. Когда инструмент наш активируют, мы присоединили к этому событию запуск функции onActivate. Я ее сам так назвал. Я ее мог назвать буквкой О, например. Тогда бы писалось все вот. Понятно. Имена тут не имеют значения. Так. Он активует. Все должно работать. Нажали мышку. Я щелкаю мышкой. Ничего не происходит. Фонарик горит. Почему? Потому что у нас только одно событие обрабатывается. Вот видите. Connect. Присоединено onActivate. Давайте эту строчку скопируем и для других событий. OnActivate. Теперь сделаем то же самое и для Equipped. Может быть мы сегодня этими воспользуемся функциями. Я как бы заготовочку делаю. так. Equipped. Так. Equipped. Unequipped. Я специально называл свои функции теми же названиями. Не только я добавил он. Когда. Во время того или иного. Что бы происходило. Это сделано для того, чтобы я сам не запутался. Вот здесь я пробел пропущу. И так. Все будет. Надеюсь будет работать. Но у нас не хватает строчки кода, когда мы отпускаем кнопку мыши. Кстати. По крайней мере. Некоторая часть этого фонаря. Она. Есть. Я видел. Такой туториал. В английском языке. И мне показалось, что фонарик отличный инструмент. На котором можно изучить. Все это. Кто-то может быть сразу ошибку увидел. Те кто увидел. Те молодцы. Включил. Включил. Отпустил кнопку. Ничего не сработало. Так. Он активует. Вот здесь мы должны погасить фонарь. Мы должны не true писать, а false. False. И теперь все должно работать. Когда активируем кнопкой мыши. Фонарик зажигается. Отпустил кнопку. Не горит. Нажал. Горит. Можно азбуку Морзе. Азбукой Морзе передавать в SOS. Куда-нибудь там. В космос. Так. Ну. Тем не менее. Такой фонарик мне не нравится. Вы. У вас. Если бы реально такой фонарик был. У вас бы заболел. Палец. Наверное. Все время держать на этой кнопке. Вот. Поэтому мы. Сейчас наш скрипт. Здесь я ставлю комментарий. Помните как комментарий делать? Минус. Минус. Все. Видите. Серая строчка. Она никогда не выполнится. Нам для управления фонариком нужна лишь одна функция. On Activate. Здесь ничего не меняем. А вот эту строчку меняем. Меняем. Условия. Если. Если. У нас. Фонарик выключен. Well. Then. Тогда включи фонарик. А включаем мы его вот так. Запомните. Здесь в сравнении два знака равно. 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 Обязательно. А этот. Когда знак один равно. Это присваивание. Так. Else. А здесь присваиваем true. Ошибку вижу. Сейчас поправлю. Спасибо. Роблоксу. Тоже подчеркнул. Ой. Почему здесь true и здесь true. Итак. Давайте условия проверим. Если. Свет не горит. Значит. False. Здесь у нас. Можно даже написать вот так. Если not. Alt. Если не горит свет. Тогда свет зажечь. В этот свет. Enable to true. Иначе свет потушить. Да. Вот здесь вот. Holds. Запускаем. Проверяем. Проверяем. Как мы много потратили времени на наш фонарик. Ну все отлично работает. Но это еще не все. Давайте сделаем в одну строчку. Раз уж мы здесь написали not. Не горит. Давайте сразу без этого if else обойдемся. Это же круто. Так делают программисты. Очень часто. Так. Мы занесем в наш свет значение не света текущего. Смотрите. Что здесь у нас находится. Либо истина либо ложь. Если не истина. Не истина что у нас это ложь. Значит. А если здесь у нас лежит наоборот ложь. Не ложь. Это получится истина. Если вам немножко непонятно. Можно еще в скобочке так выключить. Чтобы вы поняли. Что имеет отношение вот к этому. Сначала появляется отсюда значение. Ну вы значение вот наверное видите. Enabled. Раз у нас галки здесь не стоит. То здесь ложь. Не ложь. Не ложь. Она превратится в истину. И истина будет присвоена сюда же обратно. В Spotlight.enabled. После этого. После этого. Уже в этом значении истина. У нас фонарик горит. Если мы еще раз нажимаем. Активируем. Еще раз кнопку мышки нажмем. То у нас теперь что будет. В этом значении. Точнее в этом выражении значение будет истина. Ну горит же свет. Правильно. Истина. Not true. Не истина. Превратится в false. И мы тогда занесем обратно в false. Тяжело какие-то простые вещи объяснить. Которые тебе простые. А вам еще может быть не простые. И все примерно так же работает. Но никаких if else нет. Очень удобная штука. Во всех языках работает. Программирование. Так. Скобочки убираем. Так. Давайте с фонариком мы закончили. Какой сделаем инструмент еще. Так. Я предлагаю сделать инструмент какой-нибудь повеселее. Давайте будем откладывать горочку кирпичей. Назовем. Ну от страха наверное. Я не знаю от чего. Так. Чтоб не набирать никаких скриптов. Ничего не делать. Не прицеплять. Правой кнопкой на нашем инструменте. И делаем duplicate. У нас появился точно такой же фонарь. В нем все вложено. То же самое. Так. Handle мы наверное. Фонарик уберем. Я удаляю. Освещение убираю. Вот эта вот штука. Цепочка. Это соединение ручки с 3d моделькой. Фонарика была. Тоже удаляю. И так. У нас внутри. Переименую сейчас сразу фонарь. Чтоб не путаться. Rename. Так. Кирпич назову. Кирпич. Кирпич. Ну и давайте запустим игру. Посмотрим. Если я сейчас активирую кирпич. Вот кстати. Видите фонарик. Нехорошо. Сейчас мы избавимся. Просто фонарик. Нормально взяли. Теперь нажимаем на наш кирпич. Фонарика нет. Но иконка есть. Как избавиться от иконки. Идем в инструмент. Кирпич. Вот у нас его свойство. Кирпич. И вот здесь написано текстура. Это иконочка кирпича. Мы ее сотрем. Не надо нам. Запускаем. Сейчас должен быть текст. Да. Кирпич. А. Ну и кстати. Вот насчет кирпича. Вот в руке. Посмотрите. У него. Рукоядочка. Наша. Да. Мы ее можем даже немножко увеличить. Так. Рукоятка. Рукоятка. Хэндл. Да. Наша кирпичная. Во-первых. Мы ее цвет меняем. Например. На красный. И мы ее размер. Сменим. Видите. У нас какая маленькая была. Она сделана. Так. Вот. Так. Тут в комментариях уже кто-то вопрос задавал. Как сделать так? Ну вот. Ладно. К этому вопросу вернемся. Вот такая штука. Она должна при активации что-то делать. Вот я нажал. Кнопку. И у меня ошибка выскочила. Потому что. Нет никакого фонарика. Нет никакого спотлайта. А скрипты. Я для нашего второго инструмента не менял. Давайте теперь изменим скрипт. В предыдущих уроках. Вы могли видеть. У меня есть уроки. Где мы делаем. Стены из кирпичей. Создаем. И где мы. Делаем египетскую пирамиду. Так. Кирпич. Так. Здесь пусть все отлично. Все остается. А здесь мы теперь. Цвета у нас нет. Никакого. Создаем кирпич. Из прошлых уроков. Наверное знаете. Что любой предмет. Можно создать. В роблоксе. С помощью. Такой. Функции. Инстанс. Все объекты. В роблоксе. Имеют предка. Инстанс. Поэтому. Мы можем. Воспользуемся. Инстанс. New. Создать что-то новое. Создать что-то новое. Имя пишем. Имя у нас. Должно писаться. Вот так. Part. Обязательно писать. То что. Из большой буквы. Вот мы сейчас хотим. Деталь сделать. Деталь будет. Кирпич. Так. Занесем наш. Кирпич. Переменную. П. Можно. Парт. Написать. П. П. Короче. Менее понятно. Что теперь нужно сделать. Кирпич создастся. Вот. С помощью этой строчки. Кирпич создается. Но он висит как бы. Ну. В безвоздушном пространстве. Вне вашей игры. Вне вашей. Видимости. Вне игрового поля. Игровое поле. У нас. Называется. Воркспейс. Поэтому мы должны. Нашу деталь. Поместить. Родителям. Родителям. Нашей детали. Мы должны сделать. Наше игровое поле. А игровое поле. У нас называется. Точнее. Находится. Гейм. Воркспейс. Кстати. В Роблокс. Еще есть. Такое название. Для Воркспейс. Можно замещать. Просто. С маленькой буквой. Воркспейс. Если хотите. Ну просто. Геймворкспейс. Понятно. Что вот оно. Здесь. Но это совершенно. То же самое. Это. Официально. Разрешено. У многих вещей. Есть. По несколько названий. Потому что. Роблокс. Развивается. Уже много-много лет. Вначале. Назвалось так. Потом. Вот так. Чтобы старые игры. Некоторые. Работали. Они решили. Оставить. Многие. Непонятные названия. Ну что ж. Мне кажется. Уже. Генератор кирпичей. Должен работать. Но с какими-то глюками. Полагаю. Так. Выбрали кирпич. И начинаем генерировать. Нажимаю. Кирпичей. А кирпичей то и нет. На самом деле. Кирпичи есть. Но они. Падают. Под землю. И исчезают. Почему? Потому что. Мы не начали. Наш. Темплейт. Не с бейсплейтом. А у нас здесь есть трава. А дело в том. Что. Трава. Высотой. Сколько-то там стадов. Один или два. Я уж не помню. В одном из уроков. Мы измеряли. И смотрели. Видно. Что даже стрелочка. Видите. Стрелки. Осей координат. Должны торчать. А они. Закопаны. Вот. Видите. Как мы. Поворачиваем. Видно. Что оси. Закопаны. Под травой. Но это не страшно. Давайте сделаем так. Чтоб наш. Кирпич. Появлялся. По координатам. Вот. Позиция. Part Position. Это координаты. Нашего кирпича. Где он находится. Когда мы его создаем из пустоты. У него всегда эти координаты. 0,0,0. Как бы в центре нашей игры. В центре игрового поля. Должны появиться. А мы сделаем. Мы прибавим к этим координатам. Текущим. Вот. Текущий координат. Мы давайте. Прибавим к ним. В высоту. Например. 5 стадов. Чтобы прибавить 5 стадов. Пишем. Вектор. 3. Кто смотрел уроки. Или кто знает. Понимает. Что. В начале идет Х. Это значит влево, вправо. По горизонтали. Здесь пишем 0. В высоту. 5. Добавить пятерку. А в глубину. Добавим 0. Так что у нас кирпич будет появляться. На том же месте. Но выше на 5. На 5 стадов. Вот. Скорее всего. Вот где мы находимся. Это и есть центр. Клево. Наконец-то разрушилось. Если мы отойдем. И посмотрим. И начнем опять нажимать в любом месте. То понятно. Что кирпич появляется в центре. 0.0. Но плюс 5 стадов. Это весело. Но мне почему-то не весело. Кто-то может целую минуту так кликать. Тратить время. Это не возбраняется. Все нормально. Я сам наверно тоже кликал. Смотрел. Тормозит роблокс или нет. Нет. Не тормозит. Так. Останавливаем. А я хочу. Чтобы. Раз этот инструмент мы носим в руке. Красный кирпич. Для генерирования кирпичей. Я хочу. Чтобы он создавал кирпичи. Там где у нас. Игрок находится. Вот. Теперь мы наконец. Воспользуемся тем. Что у нас это не скрипт. А локал скрипт. Раз это локал скрипт. То мы можем получить. Переменную. Ссылку на нашего игрока. Не нашего. А на вас. На локального игрока. Плеера. Если в эту игру будет играть 20 человек. То у каждого этот скрипт по своему. Запустится. И у каждого в содержимом. Плеер. Игрока. Будет. Свой игрок. Так. Как бы. Индивидуальный. Индивидуальный. Этот скрипт будет запускаться на каждом из клиентов. Плеер. Как получить у нас. Плеера. Так. У меня тут шпаргалочка. На бумаге. Я отвлекаюсь. Ага. Все просто. Game. Плеерс. Вот у нас. Плеерс. А здесь мы пишем. Local. Local. Плеер. Так. Ну это все здорово. Но мы будем обращаться. Нам не нужно прям обращаться к самому. Игроку. Поэтому давайте я дальше уже продолжу эту. Этот путь. В Local. Плеер. У нас находится еще. Персонаж. Характер. В нем находится. Гуманоид. Ну это как бы. Аватар. Смотрели фильм. Аватар. В принципе. Здесь мы тоже. Каждый раз. Заходя в игру. Мы. Вселяемся в какого-то. Аватара. Гума. Но. Игр. И это еще не все. Гуманоид. Состоит из частей. Руки. Ноги. И так далее. У гуманоида. Есть такая. Называется. RootPart. Она невидимая. Но это как бы. Вот если у вас есть фигурки. Какие-нибудь анимешные. И неважно какие. Они стоят на подставке. Вот эта подставочка. И есть. RootPart. RootPart. Все. Чтобы больше не писать. Вот эти вот длинные. Никакие. Уроки. У нас теперь есть переменная. Плеер. Если мы теперь будем обращаться. К этой переменной. Плеер. То мы обратимся к ее. А давай вот так назовем. RootPart. Чтоб не путаться. Так. И теперь мы. Позицию будем делать вот так. Вместо позиции самой детальки. Мы берем позицию нашего игрока. Position. Это я закомментирую. Так что теперь кирпич будет появляться там где у нас игрок. Вы наверно устали. Можно остановить. Попить там. Газировочки какой нибудь. Так. Вот. Можно сделать маленькие кирпичики. Можно сделать чтобы. Так. Маленькие кирпичики. Мне сразу захотелось сделать маленькие кирпичики. Классно. Так. А мы их сделаем с помощью цикла. От одного допустим до десяти. Десять маленьких кирпичиков. Ну. Размер кирпича. А. Кстати. Давайте. Мой размер кирпича. Ну. Пусть у нас будут такие. 0.5. 0.5. Чтобы все таки немножко был вытянутый. Вот. В глубину единичка. Надеюсь я здесь не ошибся. Так. Здесь мы кирпич выкладываем. Так. Вот эту вот вещь. Можно в конце сделать. После того как мы уже все координаты. Позицию установим для нашего кирпича. Так. Здесь end. Очень надеюсь что я не ошибся. Чтобы не терять время. Чтобы не терять время. Сделал отступы. А. Видите? Красная подсвечена. Значит что-то нехорошо. Нехорошо в предыдущей строке. Потому что в цикле должно быть иду. Делай. От одного до десяти. Десять раз повторится. Вот этот код. Так. Ну и давайте здесь сделаем. Как нас просят всегда. Wait. Подожди. Ничего я здесь не пишу. Wait. Он подождет минимальное количество. Это для того чтобы не притормаживала игра. Не ругался сервер. Другим игрокам чтобы не вредили. Так. Кирпич. Запускаем. Ничего такая тяга. Тогда он даже взлетает из этих кирпичей. Если мы уберем Wait. То скорее всего он полетит. А. Подождите ребят. Так это же клево. Это следующий инструмент я хотел делать. Для полета. Ну теперь. Придумайте название пожалуйста. Для этого второго инструмента. Что то это просто на кирпич как то не тянет. Подпрыгнул и полетел. Хорошо. Так. Ну уже весело. Весело. Но кирпичи. Заметили кирпичи. Так. Откуда у нас кирпичи то вылетают. А. Из под ног. Нет. Не из под ног. Ну да. Откуда. Давайте сделаем чтобы кирпичи падали на голову. Нашему игроку. Зачем? Даже сам не знаю. Так. Вот плюс. Итак. В позицию кирпича. Только что созданного. Давайте сделаем. Ну ладно. Пусть здесь не будет кирпичей. В позицию нашего кирпича созданного. Мы присваиваем позицию игрока. Его root part. Его площадке. На которой он как бы стоит. Да. И по высоте плюс пять. А давайте сделаем не плюс пять. А плюс двадцать. Это точно выше игрока. И посмотрим. Сможем ли мы сделать горку из кирпичей на голове нашего героя. Запускаю. Запускаю. Нет. Ребят. Кстати. Игра. У кого больше получится кирпичей на голове удержать. Вот у меня две штуки сейчас лежало. Так. Ребят. Если я сейчас сделаю от одного до одного. Так. И попробуем. А. Я не остановил. Остановил. В скрипте изменил. Запустил. Да. Мне самому уже интересно побаловаться с этим кирпичем. Просто когда я не менял размер. Если я большие кирпичи. Вот попробуйте. Смотрите. У нас в скрипте я уменьшаю размер кирпичей. Да. Если мы эту строчку уберем. Предлагаю вам ее убрать. Я то знаю что произойдет. Так. Так. А почему они так прыгают? А потому что у нас кирпичи из пластика. По умолчанию детали созданы. Давайте сделаем их металлическими. Не бойтесь. Игроку от этого плохо не будет. Чтобы они убивали игрока. Нужно. В эти детали. Посмотрите урок. Вот вы создали здесь деталь. И нужно добавить в него. В эту деталь еще и скрипт на столкновение. Если столкновение с игроком. То отнимать у него здоровье. Так. Ребят. Что я хотел сделать. А. Давайте материал. Материал посмотрим. Так. Где у нас материал. Это я просто. Любую деталь выбрал. Вот у меня есть колонна. Чтобы не пустое поле было. Я сделал. Кирпичик один поставил просто. Так. Где у нас. Вот материал. Пластик. Какие материалы есть. Давайте сделаем материал металл. По-моему так. сейчас посмотрим как это все отскакивает но видно что отскакиваться он по ребята так 4 кирпича 5 6 7 8 9 9 кирпича классно так кстати на этой базе я уже могу сделать мини игру только нужно конечно сделать серверную часть и соревнуются игроки и записывают рекорды но может ли до лидер-борда когда мы дойдем до урока лидер-борда и таблица рекордов вот пожалуйста чем вам не менее игра причем довольно веселая так ладно с кирпичами мы разобрались возвращаю опять десяточку пусть материал металл следующие очень быстро будет сделан инструмент перехожу опять и дублирую наш кирпич правой кнопкой duplicate инструмент у нас будет называться я его переименую прыгалка прыгалка здесь все пусть остается только хендал у хендла я цвет изменил пусть будет синий цвет чтобы когда у нас в руке инструмент было видно красный или синий вы кстати тоже не заморачивайтесь если что-то делаете можно модельки 3d модельки потом добавить когда вы все отладите и добьетесь нужного материала а то пока будете выбирать 3d модельки столько времени пройдет ну и что нужно исправить нам скрипт в скрипте принципе нам нужно цикл убираем я хочу сделать реактивную тягу для нашего игрока в плеер рут парт только не в позицию а в скорость мы будем добавлять присваивать скорость скорость по иксу 0 высоту вверх 20 давайте не 20 сделаем а 100 кстати очень большие значения не рекомендуется делать иначе у вас когда человек подпрыгнет и будет назад падать он пролетит насквозь сквозь земли и упадет убьется так что больше 400 по моему не надо делать конечно все будет работать можете и больше 400 так велосити когда человек стоит на месте то скорость у него ноль по всем осям по иксу по игреку и по оси z а здесь мы получается нашему человеку стоит он бежит или неважно что делает мы ему даем скорость 100 вверх надеюсь все сейчас заработает так меня еще были пометки что-то там сказать синий кирпич не получилось может быть ах ребят все правильно прыгалка так плеер все должно работать давайте еще раз попробуем а и проверить как проверить вообще у вас активируется это или нет можно отладочную печать сделать джамп джорчик и посмотрим кстати ребят можете вот эти скрипты ведь вправе справа я мышкой переименовывайте их тоже чтобы не путать так кирпич работает фонарик работает прыгалка и прыгалка работает причем можно нажимать 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 и лететь помните у нас была кирпичная тяга конечно повеселее можно тоже какие-нибудь эффекты добавить так я сейчас попробую кирпич да подлетел на прыгалке и кирпичей еще сверху ну вот нормально так что у меня тут осталось угу все нормально и помните что вещи наши можно выбрасывать бэкспейсом нажали бэкспейс прыгалку выкинули и фонарик выбросили теперь попробуем их подобрать подобрал подобрал а мне нравится что лежачий фонарик остался светиться так ну пишите какие-то замечания идеи как можно было все это проще реализовать или веселее в комментариях потихоньку перейдем к следующему уроку всем пока подписывайтесь друзьям рассказывайте что есть вот такой вот канал ну а домашнее задание те кто смотрит видео урок простое придумайте свой прикольный инструмент пусть он использует какие-нибудь другие свойства например я не использовал события экипирован и убран обратно в рюкзачок какое можно устройство придумать ну вот самое простое только не делайте пожалуйста устройство это зонтик над головой экипировал у тебя зонтик по сути это тот же фонарь или нет давайте придумайте что-то посложнее тем у кого фантазия не работает на придумывание инструмента попробуйте в комментариях напишите какой-нибудь инструмент веселый урок про оружие будет отдельный сразу вам говорю потому что вот мы сейчас мышкой просто вызывали какое-то действие а на самом деле можно получить координаты этой мышки и попробовать туда выстрелить патроном или лазером или каким-нибудь зомби вот и так еще раз домашнее задание это сделать какой-то еще инструмент причем не из тулбокса его взять а самим придумать какой-нибудь фантастический инструмент потому что мы приближаемся вот с такими прыгалками мы приближаемся так извините это я пробел нажимаю нужно же мышку нажимать о мы приближаемся к супергероям что могут делать супергерои я еще не смотрел функции роблок но такое впечатление что можно разрушать ландшафт можно взрывать чтобы ландшафт разрушался дома точно будут взрываться если вы будете их собирать по правилам не объединять в группы не делать сплошные объекты а склеивать их с помощью клея и с помощью сварки тогда эти дома будут разлетаться реалистично все на этом пока 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 субтитры и субтитры